На модернизацию объектов ЖКХ в регионе необходимо около 50 миллиардов рублей. Бюджет области при этом составляет чуть более 60 миллиардов. Поэтому привести в порядок жилищное хозяйство за счет бюджетных средств не получится. Необходимо привлекать инвесторов. При лечении инвестиций в модернизацию объектов ЖКХ и начисление оплаты за ОДН это две основные проблемы, которые сегодня рассматривали в ходе заседания экспертной группы в рамках разработки стратегии развития региона. Сейчас две трети километров теплосетей в регионе уже отработали свой нормативный срок. Четверть областных котельных устарели. Вложения в ЖКХ при этом окупаются в течение 10-15 лет. Для привлечения частных инвестиций в модернизацию объектов ЖКХ, по мнению экспертов, необходимо создавать региональную программу по субсидированию ставки рефинансирования на каждый вложенный рубль. Это может быть 2-3%, но для частного инвестора будет ощутимым стимулом вкладывать деньги. Сама модернизация также позволит снизить тарифы. Участие частного бизнеса и государства в этом вопросе позволяет сегодня модернизировать ЖКХ. Сегодня федеральный бюджет готов субсидировать до 60% инвестиций в ЖКХ. И если этим воспользоваться, то мы сможем максимально быстро эти вопросы закрывать. Для решения проблемы завышенных начислений ОДН в домах необходимо заменить электропроводку. Старые сети в том числе являются причиной завышенного потребления электричества в доме. Алюминиевую сеть необходимо менять на медную. Плюс установить контроль за проходом в подвальные чердачные помещения, где располагаются основные узлы электропроводки, чтобы не было несанкционированных подключений. Этот вопрос также поднимался в ходе заседания экспертной группы по ЖКХ. Ее участники говорили и о борьбе с установкой магнитов на счетчике. Звучали предложения при проведении капитального ремонта выносить приборы учета на лестничную клетку. Это в том числе поможет исключить незаконное потребление коммунальных услуг. У меня три новых дома, построенные по 75 закону, медная проводка, правильно сделано заземление, три провода, все, кто переехали. Но переехали, честно говоря, люди, которые прожили всю жизнь в бараках, которые привыкли не платить, которые привыкли своровать. Они пытаются воровать, а у них вышибается. Стоит нормальная аппаратура защиты. Пока не будет проведен капремонт в доме, пока проводка не будет соответствовать той нагрузке, управляющая компания будет всегда крайней. Напомним, принять участие в формировании программ развития региона может любой желающий. Сделать это можно на сайте 71.тулорегион.ру